Всем привет! Встречайте, это обзор на новый китайский акционный линкор 10 уровня Чэньчжэнь, который появился в текущем патче и продается за 60 тысяч очков исследования. Это альтернативная Ямато с советским вооружением, с боевыми инструкциями, а также с поисковой РЛС. Понравится обзор, поставь лайк и подпишись на YouTube, а также на мой бусте. Начнем с бронирования. Это броня Ямато. Вы хорошо знаете эту броню. Она далеко не идеальная на 10 уровне и, пожалуй, одна из самых плохих. Из плюсов у вас палуба 50, а в центре 57 мм и не самая огромная надстройка. Но при этом оконечки 32, центр 32 и карма 32. Сюда вас будут легко пробивать полубронебойками, фугасами, ББшками, эсминцы будут лакомиться. А цитадель это 410 без разнесенки. Выбивается она достаточно легко. При пробить это точно цитадель. Сталинграды, любые линкоры вблизи вас будут шотить. Ну и фирменные щеки Ямато никуда не ушли. В прошлое 350 мм. Стреляешь из трех орудий через перед этот цитадель наискосок. В корме то же самое. Боиспособность 97200 и противоторпедная защита 55%. Урженчинджене. Это советские башни с Кремля калибром 457 мм. Передорядка долгая 33 секунды. При этом поворот хороший на 180 за 30 секунд. Дальность максимальная 22,1 км. Но попасть на нее вы не сможете. Потому что здесь уникальные советские настройки точности. И хорошо он попадает только на дистанции меньше 10 км. Как и Кремль. Из боеприпасов исключительно бронебойные снаряды с уроном 14500. Но при этом здесь льготный углы рикошета. И вы можете занести урон в более острые проекции. Туда куда другие линкоры не смогут. Вблизи штука опасная. Кучность советская. Поворот орудий и льготный углы рикошета. Вы увидите как этот линкор может шотить противников на предельно близкой дистанции. Фишка Чинджене. Это его ПМК. Здесь куча советских установок. Итак, ПМК похоже на французское. Оно преимущественно поджигает. Дистанция либо 11 км. Хорошая скорострельность. Но вот пробитие не особо высокое. 22 мм и 30 мм на 152 мм установках. Сжигаете линкоры. Набиваете с счет этого урона. И очень сильно отпугиваете и раздамаживаете и убиваете эсминцев. Так как ПМК достаточно точная. ПМК оценили у Чинджене в 97. И оно чем-то напоминает ПМК Кремля. Здесь дистанция 6.6. Урон ауру неплохой. И от восьмерки будете более эффективно отбиваться. Даже фармить самолетики по 30 штук. Десятку можно тоже позабивать. Но против опытных авиаководов на десятках или суперавиаков все равно ПВО недостаточно. Но оно однозначно лучше чем у того же Ямато. Маневерность. Здесь характеристики японца. Максималка маленькая 28.4. Циркуляция 900 метров. И ужасный перекладку рулей 22.1 секунды. А вот маскировка вас порадует. Линкор Инвизни чем Ямато. Светится он с 13.1 километра. Оснащение. Здесь аварийные подразделения. Причем они еще лучше чем у Кремля. Подобные я видел пожалуй только на Октябрьской революции. 6 зарядов подразделений. При этом у них откат всего лишь 28.5 секунды. Вы можете их почти пока дожать. Они боятся пожара, затоплений и выживать. Поисковые РЛСКи. Впервые на линкоре 10 уровня есть РЛСКи. Она советская. На 12 километров работает 30 секунд. Полезный расходник. И больше у линкора нет ничего. Хилок нету. Да, это первый линкор без хилок. И даже самолетика. Вместо хилок здесь фишка. Оперативно-ремотное мероприятие. Это боевые инструкции. При набитии 80 попаданий ПМК. Линкор нажимает кнопку F. И отхиливает 12 тысяч хп. Неважно какого урона. И в теорию можете это делать бесконечно. На практике все намного хуже. Сборка на Чиньжэнь. Она у вас на экране. Здесь раскачиваем ПМК. Так как нам его нужно набивать в любом случае. Чтобы зарабатывать фактически хилку. В первый слот я рекомендую вам взять аварийную команду. Лишние 4 секунды помогают. Дальше РЛС, ПМК, разгон и 6 слот ПМК. Сборка кэпа. Она у вас на экране. На втором уровне рекомендую взять расторопный. Все остальное без альтернативно. Мастер противных работ вам не нужен. Так как хилок нет, а добавлять 1 запаса в рейки не столь важно. Собрали китайца. Давайте быстрее переключаться на бой. Это сражение со стрима. Я долго думал какой бой вставить. Где я набил 293 тысячи. Либо этот бой. Но здесь, на карте раскол, все будет намного показательнее, чем просто месить чуваков, которые ставят борт. Вы видите, как линкор хилится. Как он вблизи шотит. Как может выживать. Как страдает от авиков. И прочее, прочее. Итак, в начале боя я пару раз попал бомбами по гатам. И занял агрессивную позицию. Чтобы шел ближний бой, чтобы что? Правильно, чтобы хилиться. Ленин и Айова мне в этом помогут. ПМК здесь играет роль больше не раздамаженная. А оно поджигает и набивает вам 80 попаданий. После которых вы активируете боевые инструкции и отхилитесь на 12 тысяч. В идеале это должны быть линкоры. Но набивается все не так и быстро. Объясняю почему. Во-первых, вы не можете поставить полный борт ПМК. Иначе тогда вам выйдет стель в щеку от Ямато. Ну а во-вторых, линкоры, которые начинают сближаться, вы увидите далеко не в каждом бою. Сжигаем деда. Жму здесь орлеску. Линкор этим достаточно полезен. Может ли Чинжене выживать? Вполне может. Ему дали шикарнейшие аварийки с КД 28 секунд. То есть вы хилите пожары, чините пожары по КД. Если стоите носом, все-таки палубы 57 миллиметров держат. По сути, линкор объективно живет лучше, чем Шлифен. Но при этом немецкая ПМК будет намного сильнее. И, скорее всего, если вы встретите Шлифен, либо Курфюрс, либо тот же Поморн, они вас быстрее уничтожат, чем вы будете об них хилиться. Тем более, дальность у них выше. У вас все-таки 11 километров, это не так много. И вы не быстрый. Если Шлифен начнет вас кайтить, Чинжене, вы его не догоните. И коридор в полтора километра вас будет безнаказанно убивать. Ну, я имею в виду ПМК. Еще активно боевые инструкции. Иногда не стоит даже добивать свою цель. Оставить работу на ПМК. Даю весина. И здесь вы видите то, что линкор косой. Попасть на 18 километров сложно. Уже соточка. Айова догорает. И посмотрите, как ПМК может отлично дамажить эсминцев. Шерман 9.4, при этом даже отходит. Но ПМК стабилизировано. И он не увозит его, он продамажит неплохо. Он зайдет за гору. Линкор отлично дамажит эсминцев. Если на вас идет треугольник на дистанции 8-6 километров носом, он сдохнет от ПМК. Если он уходит в дымы, жмете РЛСКу, он сдохнет от ПМК. И я, когда я линкор еще тестировался, много эсминцев так убивал. Был пример, когда Гданск встал, думал меня безнаказанно расстреливать. Я жму РЛСКу и даже не стреляю в него из ГК, он просто умирает. ПМК крутое. Оно точное, оно пробивает 22 миллиметра. По эсминцам этого достаточно. Линкор, как ни странно, очень полезен в боях оказался. Во-первых, вы линкор прорыва, влияете на бой, внимание на себя, какое-то привлекаете. Выживает он носом вполне неплохо. И занимаете позиции очень агрессивные, пассивно отпушите противника, и там уже выставляетесь со своей РЛСКу 12 километров. Если уж не вы заберете эсминц, то по РЛСК это могут сделать ваши союзники. И дальше уже без эсминца вы еще потом идете вперед. Занимаете более снова агрессивные позиции. И попробую вас убей без авика. Чинжэнь требуетен к отряду. Помогайте этому линкору. И рекомендую взять его с девятки в отряде. Так вы разбавите кул десяток, и ему будет гораздо легче. Как я играл на Чинжэнье, и что вам могу посоветовать? Это не Ямато. Ямато линкор дальнего боя, этот ближнего. Не стреляйте в начале, потому что так вы просто будете обнаружены, и по вам начнет работать условный зал Гинденбург. Они вас ополовинят, и уже в ближнем бою вы вряд ли что-то сделаете. Вы просто не успеете отхилиться. Для того, чтобы эффективно играть, перемещайтесь в инвизии. Здесь маскировка лучшей тема Ямато. Найдите фланг, где ваша команда скорее всего вам поможет идти вперед, либо зеленых просто больше, и в инвизии занимайте острова агрессивные. Оттуда уже можете работать, мостиком вылазить из двух башен, либо найти тайминг и вкатить. Инвиз, сближение, поиск линкоров в вашем стратегии, ваше оружие. Ни в коем случае, ни какой-то открытый бой на 3D-дистанции. Понравился мне Чинчжэнь. Да, линкор прикольный, я его катал много на в тесте, но тогда меня ничего не сдерживало, потому что стата не писалась, и линкор очень амплитудный. В каких-то боях набивал хорошее количество урона, врывался, делал победу 200 тысяч, 250, 293, но были сражения, где я необдуманно шел вперед, и даже не успевал набить одну боевую инструкцию, и заканчивал на 500 тысяч урона. Сейчас стата пишется, и это меня будет сдерживать, ограничивать. Здесь нужно думать, линкор сложный, не для новичков, а однозначно. Его главная проблема, это, как ни странно, отсутствие хилки. Боевые инструкции ее не заменили. Объясняю, почему. Боевые инструкции активируются 8 секунд, и вам еще нужно примерно секунд 20-25, чтобы набить новый заряд. Тумарно, это уже секунд 30-35. И вспоминаем хилки Огайо, которого КД-40. Ничем, получается, вы не лучше. Итак, перед нами Истомин, он фуловый, дистанция 5 километров. У меня осталось 15 тысяч хп, кошмарит авик, и, как видите, от Мальты отлиться мы все-таки не можем. Ждем Истомина, и вы увидите феноменальную советскую точность, мощь 457-го калибра, как и Кремль, Чинь-Джейн вблизи способен вешать ваншоты. Линкор фановый, необычный, может, вам зайдет, но сложно с чем-то сравнить. Все-таки то, что здесь нет хилк, это огромная проблема, ведь боевые инструкции для большинства кораблей это дополнение, здесь это костыль вместо обычной хилки. Возможно, мы этот линкор увидим даже в кикцентрных режимах, все-таки наличие королевские вещи существенные, но в КБ либо в Туриках отхилить его будет еще сложнее, там один линкор будет против вас, а крейсера и смитцы вы эвку не набьете. Влазит новый бесплатный линкор с прошлого батлпасса и Стомин, и Чинь-Джейн наказывает за такое неграмотное бортохвостов ваншотом. Да, это 457-й калибр орудия с Кремля, они делают грязные вещи, еще они жестко дамажат и смитцы, потому что у них какая-то лютая точность по треугольникам, это я еще с КБ заметил. 188 тысяч, но отхильт уже невозможно, 3500 на Крополях я живу, последние заклепки держат клинкор и меня летит добивать британские, что мой авианосец Мальта. Я впечатаюсь в остров, чтобы не дать ему свистись, пытаюсь тут поймать Шермана, потому что свечусь от ГАПа, теперь он близко, но это нет, это ГАП был Балтимора, 2300 потенциалочки и интересные результаты, вы посмотрели, как клинкор отхиливается, как он может жить, как он классно чинит пожары, как он может шотить вблизи, но минусы, это отсутствие хилок полностью, а также корпус Ямато, и опытные игроки знают, что это один из самых плохих корпусов на десятках, Цитадель, 410, привет, и щеки, что сзади, что спереди, Мальта уже подняла группу бомбардировщиков, чтобы просто пройти по моей палубе, и осталось в бою по чинжению около 10 секунд. Таким получился очень необычный линкор, может он вам понравится, может нет, мне сложно что-то вам поставить, потому что корабль не похож ни на что в игре до этого. Я думаю, разработчики просто решили нас удивить, выйдя этот линкор раньше, то он был бы с хилками. Я очень хочу, чтобы мы убрали эти инструкции, оставили хилки, но вряд ли такое уже случится. А все-таки поиграть на китайском анимате хотелось, но концепция возможно будет мне дальше неинтересна. Бро, понравился гайд? Подписывайся на канал, ставь лайк и заглядывай на буси. С вами был Джонни, хороших боев, всем пока!